Девушки отдыхают Очень многим знакомо состояние угнетающего контраста при возвращении на любимую работу. Так вот, стресс от возвращения в родные пенаты плюс стресс возвращения на работу раздят через увеличение вязкости крови, создать проблемы для работы сердечно-сосудистой системы. И не только депрессия, но и обострение ВСД, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца могут прямо из отпуска отправить вас на больничную койку. Чтобы избежать подобного сценария, важно выполнить несколько обязательных условий. Прежде всего, продолжительность отпуска. Она должна быть не менее 14 суток. Это оптимально-минимальный срок для вашей адаптации и восстановления вашего организма. Срочная адаптация или приспособление к новым климатическим условиям – это 3-4 дня. Средняя адаптация – 7, а полная – 14 суток. Только после этого начинается собственно полноценный отдых и восстановление вашего организма. Отсюда 18-24 календарных дня. Именно такой должна быть продолжительность отпуска для восстановления вашего организма и укрепления иммунитета. Кстати, по возвращении из отпуска не стремитесь сразу выйти на работу. Возвращение в более привычные домашние условия для вашего организма – тоже стресс, который нужно помочь организму пройти. И для этого вам вновь необходимы 2 недели. Поэтому дайте своему организму хоть 2-3 дня побыть в привычных климатических условиях, особо его не нагружая. Идем дальше. Находясь в домашних условиях, стремитесь, насколько это возможно, конечно, сымитировать рабочий график. Но не забывайте о полноценном ночном отдыхе. Днем вы будете организм учить активно работать, а ночью нужно помогать не менее эффективно восстанавливаться. Следующее условие – питание. Очень важный компонент в системе. Правильное сбалансированное питание и его режим. Спокойный ночной сон и легкий, лучший кисломолочный ужин обеспечат вам полноценное восстановление. А достаточно плотный завтрак с сезонным овощным либо фруктовым гарниром, а также перекусы на протяжении дня обеспечат вам высокую активность. Оказавшись на работе, вы не будете выглядеть утомленным после отпуска. И еще один маленький секрет. Прекрасный стимулятор активности нервной системы – контрастный душ. Важно напомнить, как правильно выполнять эту процедуру. Температура горячей воды должна быть не выше 39 градусов, а холодной – не ниже 20 градусов. Два-три цикла перемены температуры воды – холодная, горячая – потренируют вашу нервную систему. Помните, перед работой процедуру следует заканчивать прохладной, а перед сном – горячей водой. Теперь вы знаете, как правильно, без риска для жизни и здоровья, выйти из отпуска и не впасть в депрессию. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова